Это Давича и мы продолжаем. Как стать знаменитым блогером? Этим вопросом сегодня задаются многие молодые и активные. Ну и не очень молодые. Опытные блогеры советуют, неважно сколько вам лет, где вы живете и кто вы по профессии. Главное быть интересным, чтобы вас смотрели или читали. В Международный день блога моя коллега Зоя Попцова пообщалась с самыми разными блогерами и даже узнала сколько они зарабатывают. Зоя, ну что впечатлилась? Профессию менять не собираешься? Нет, ты знаешь, Катя, не впечатлилась. Профессию тоже менять не собираюсь. Может быть из-за их скромных доходов, как они говорят, но кто знает. Но тем не менее, каждый из них интересен по-своему и у каждого есть свой зритель. К слову, видео с различных блогеров на популярных хостингах миллионы. Казалось бы, да, что может быть проще? Рассказываешь о том, что происходит с тобой. Пошел на работу, сходил в магазин, прогулялся по городу, пинал осенние листья, подарил девушке огромный букет, включил камеру и все узнали об этом. Популярность авторов в подобных видеозаписях зашкаливает. А знаешь ли ты, Зоя, каких-то популярных блогеров в Кирове и чем они занимаются? Да, сегодня пообщалась с нескольким из них. Одна из них это Лена Крупина. Она ведет свой проект на YouTube-канале. У ней более 75 подписчиков. Как выяснилось, в прошлом она спортсменка и поэтому своим подписчикам она рассказывает о художественной гимнастике чуть даже больше. Следите за Инстаграмом. Там я тоже, кстати, иногда отвечаю на вопросы, как это делают в Инстаграме. В общем, вы поняли. Зарабатывать на блоге Лена стала несколько лет назад. Но сильно шагнуть вперед она смогла после того, как ушла с работы и полностью погрузилась в свой блог. У блогера вообще такая работа, что ты должен работать всегда. То есть у тебя не может быть день, когда ты выпадешь из соцсетей, ты не будешь отвечать подписчикам. То есть ты не можешь себе такого позволить, иначе зрители тебя потеряют. И выходит примерно 20-40 тысяч в месяц. Плюс-минус. С условием, что ты постоянно работаешь и выкладываешь видео. Зоя, с кем еще удалось пообщаться? Еще я пообщалась сегодня с одной кировчанкой. Ее зовут Анастасия Комарова. Она уже, правда, свой блог ведет в Инстаграм-аккаунте. Ее там читают и смотрят более 17 тысяч подписчиков. Анастасия покупает одежду на известном китайском сайте. А после в своем блоге дает полное описание этой покупки, этой размеры, цены, качества и, так скажем, мини-история к фото. Уже второй месяц в свободном плавании. И примерно каждый день по полдня я уже уделяю времени блогу. У меня появилось, скажем так, больше возможности общаться с подписчиками. Не с подписчиками, с читателем, я их так люблю называть. А больше показывать, транслировать каких-то покупок и так далее. Кстати, Катя, среди блогеров есть и мужчина. 22-летний Александр Ситников, родом из Кирово-Чепецка. Сейчас он в Казани и там развивает свой проект в ТикТоке. У него 120 тысяч подписчиков и зарабатывает, как он говорит на своем блоге, за счет рекламы только. По словам, он зарабатывает 15-20 тысяч в месяц. Ну, Саша Ситникова мы все знаем. Он участвовал в нашем проекте «Битва за эфир». И действительно, у него очень интересный ТикТок. Многие из наших коллег на него подписаны. А вообще, вот как выяснилось, мировая аудитория вот этих всех блогеров составляет более миллиона человек ежедневно. Но, несмотря на конкуренцию, число блогеров растет вот постоянно. Они вот как прям как грибы после дождя растут, растут. И каждый надеется стать героем и заработать миллионы. Ну, надо отметить, что наши профессии чем-то схожи. Пожелаем блогерам удачи. Продолжаем.